Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим про Т110Е3. На данную ПТ-шку сейчас проходит акция, начиная с 1 мая и заканчивая аж 16 числом, хотя тут уже осталось буквально 4 дня, будет проходить акция. В чем она заключается? Смысл ее в том, что на 5 уровне будет 50% скидка, начиная с 6 и заканчивая 10 30%. Ну, то есть это не бог весть что, но обычная акция. Но тем игрокам, которые ее собираются качать, прям ветер в пару вздует. Те игроки, которые в раздумьях, как бы это видео для вас. Я попытаюсь быть в данном видео наиболее объективным, хотя у меня к этой ПТ-сау мнение не совсем положительное, не совсем однозначное. Я ее не люблю, чем скорее люблю. Поэтому попытаюсь быть наиболее объективным и расскажу самые главные ее плюсы, ну и конечно же минусы. Вообще, из-за чего большинство игроков хотят качать Т110Е3? Ну, потому что это, ну вот сказать, что прям вот классическое ПТ. В том плане, если взять всех ПТ, да, на 10 уровне, вот что-то общее найти и сказать, вот Т110Е3 это наиболее общее. Я не скажу, потому что здесь наиболее выраженное сильное качество, это конечно бронирование. Все, вот, ну броня, как бы это наше все. Да если посмотреть в статистику, как бы броня здесь ни при чем, но в общем-то говоря, среди всех ПТ на 10 уровне мы находимся на 4 месте. Обогнала нас только Стерва, ФВ-40, там 0.5, вот этот стейдж 2, великобританская бабаха, и Объект 268, вариант 4. А, и Гриль обогнал, обогнал, я спрошу прощения, на 5 месте. Все остальные, там, Т110Е4, ФАЧИ, там, ФВ-215Б, 183, 268, Баджер, хотя, вот честно, Баджер мне нравится, Яга, Е100, все они позади. То есть, если просуммировать все ПТшки на 10 уровне, наша, так сказать, она посередине. Вот, ну вот и все. Процент побед 52, туда к 53 ближится на 10 уровне, не сказать, что это прям много, там плюс-минус у всех танков 10 уровня за 50, поэтому, вот такие вот у нас показатели по статистике. Из сильных качеств я уже выделил, конечно, это наша броня, но и в ней есть слабые зоны. Это нижний броня лист, конечно же, который пробивается. Также, мало кто знает, но крышка вот сверху, которая на башне, на рубке, прошу прощения, находится, вот она тоже хорошо пробивается, там скос такой, и вот прям туда, какую, со 3-го, со 4-го, вот туда вот все любят накидывать. Ну и башенка, не сказать, чтобы она прям вот уверенно бьется, на голде, на которой там 330, честно, у меня раз на раз пробивалось. То есть, ну, по-разному бывает. То есть Т110Е3 в действительности, да, обладает очень грозной броней, которая на дальних расстояниях, если вы спрячете хотя бы свою там, свою нижнюю половину, так сказать, туловища, ну не туловища, а нижнюю часть танка, то есть нижнюю броню лист кроете на более-менее каком-то расстоянии, среднем или дальнем. Вот там Е3, да, вот в особенности прям очень может танчить, на расстоянии практически стрелять в него, что голдой, что основными снарядами, ну, бессмысленно, если только не внешний броню лист. Ну, и все, вот на этом все сильные качества и кончаются. Это броня и орудие. Орудие здесь 750 альфа, пробитие 295 основными, 375 голдой. То есть, ну вот прям сказать, что вот вау, ну нет. То есть, орудие, да, хорошее, но самый главный козырь у орудия, это ДПМ, почти 2700. Перезарядка здесь, если поставить нужное оборудование, как по мне, это досылатель, это усиленные приводонаводки, и вот здесь есть несколько вариантов. Е3, он часто подвергается, так сказать, арт-обстрелу, то есть арта часто кидает. Кто вас и кто, по-моему, еще любит кидать? Танки, которые играют на фугасах. Поэтому сюда даже есть такой вариант поставить, как противосколочный подбой. И он, мне кажется, наиболее даже перспективным, чем поставить сюда, допустим, рога. Ну, такое себе. Ну и больше, что здесь можно поставить? Ну, вентиль, да, окей, можно вентиль, но фугасами часто кидают, поэтому, мне кажется, на Е3, чем больше живешь, тем больше кидаешь. Можно, допустим, не усиленные приводонаводки, а вентиль поставить. То есть, как по мне, вот 4 расходника, не расходника, прошу прощения, а оборудование, которое нужно, это досылатель, это усиленные приводонаводки, это противосколочный подбой, и это вентиль. Вот с этим как-то вам нужно крутиться. Хотя противосколочный подбой, его редко используют, но так как постоянно, постоянно арта кидает, постоянно фугасы, поэтому, ну, как бы, он лишним уж точно не будет. И, как я уже сказал, если правильно все поставить, у вас КД будет 13,5 секунд. То есть, если вы поедете с тяжами, в то время, когда они вам там будут по 490, описывать пускай 560, вы будете им 750 плюху давать. Соответственно, ну, как бы, в размен, не факт, что они вас будут всегда пробивать, но, если честно, Т110Е3, это штурмовая ПТ, как бы смешно это ни звучало, это медленный штурм. Не нужно стоять там в кустах, хотя есть различные карты, на которых Е3 может тоже поиграть, но, в плане, вот, основного геймплея, мне, кажется, вот я сколько играл, мне Е3 больше подходил, когда едешь с тяжами воевать. На Банане, допустим, где-нибудь на Энске, там, в городе воевать, все. Стоять там, допустим, на Малиновке, в кустах, это бессмысленно. Вообще, Малиновка, как по мне, сейчас одна из самых худших карт, потому что раньше хоть там на центре какой-то свет давали, и все, и обстрел шел. Сейчас же даже светляки не светят, поэтому Малиновка, такая карта, но чаще всего там бои очень сильно затягиваются. Но это, как бы, не главное. Говорим про Т110Е3. Вот, вот и все. Да, у нас, конечно же, есть проблемы с углами, как и горизонтальные наводки, так и вертикальные, они совсем хорошие. ПТ-шка медленная, максималка 24 вперед, и при удильной мощности в один с лошадей это, как бы, вообще плохо. Восемь назад на месте она такая поворачивается. Но, как бы, это не новость для тех игроков, которые играют на Т95 и Т28 и тому подобное. То есть, вот здесь ветка действительно подготавливает к Т110Е3. По обзору здесь тоже, не бог весь что есть, 390. Ну, вот есть и есть. Это, как бы, конечно, вообще мало и, ну, плохо. Но ставить сюда рога, играя на Т110Е3 в кустах, мне кажется, это ошибочно. На нем нужно рашить, ну, медленно. В слоумо рашить, вот так можно сказать. Вот и все. Качать эту ПТ сейчас или не стоит? Ребят, честно, не могу сказать. Лично я бы не посоветовал, потому что она медленная, ну, ДПМ, да, сравнительно для такой альфы, я считаю то, что ДПМ хороший. Броня и тому подобное. Но сейчас эффект фугасов. Кто бы что ни говорил про Тайп А5 Хэви, их хватает других, остальных танков. Хватает этих, одних великобританцев, у которых фугасы хорошие. Тот же Баджер. На фугасах может по 150, по 200 выписывать. Гриль на фугасах играет, Е100 на фугасах. Да тот же Тайп, он до сих пор на фугасах играет, как бы что ни говорил. То есть хватает танков, которые играют на фугасах. И на этом фоне Т110Е3 вроде бы броня, вот почему раньше все боялись Е3, потому что фугасы как бы не были распространены. Сейчас же это практически, блин, у некоторых это основной снаряд. И поэтому Е3 немного на этом фоне приуныл. Вообще, если вы не качали Объект 268 вариант 4, ну кого еще можно? Ну Стерву могу посвятовать. Мне очень Баджер, ну не то, что прям очень, но Баджер для меня в тройку входит, то есть неплохая такая ПТшка. Е3 вот туда, вот ближе к концу, вот седьмое, восьмое место. Хотя ПТшка в некоторых руках, конечно, показывает очень хорошие показатели. Также она очень неприятная иногда в рандоме, когда опытный игрок на ней выкатывается, он тебе дает и все, и ты его не пробиваешь. То есть, ну, такой противный противник, вот так вот можно сказать. Вот краткий обзор, что я бы хотел сказать про Т110.3. ПТшка вот средняя, то есть и есть, и есть. Есть какой-то баланс, вот она у нас в игре. Вот так вот, короче, вот и все. Поэтому, ребят, на сегодня у меня видео подошло к концу. Если вам понравился данный видеоролик, то, пожалуйста, прожмите лайк, либо же диск, сами решайте комментарии и, конечно же, подписку на канал. Сделать это не так сложно. Все, большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.